Микс Ньюс У нас гости! Ребята! А это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 и 9 И сегодня у нас в гостях глава туристического оператора тест-тур Латвия Константин Польгов. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Константин, скажите, ну, во-первых, какие страны, какие направления были самыми популярными в это лето? Может быть, было что-то новое, особенно какие-то направления, которые в предыдущие годы не столь пользовались популярностью? Да, самая главная новость, наверное, в том, что лето закончилось и сегодня люди, которые еще не вышли, может быть, из дома, они это узнают, когда первые, ну, как бы выйдут сегодня на улицу, потому что уже очень холодно. Я не знаю, вчера так рано не выходил, как вы, на работу, но сегодня прям по-настоящему осень. И поэтому действительно и фактически летний сезон закончился, и астрономически лето закончилось. И оно было, на самом деле, в туристической индустрии очень активное. Очень много было направлений из Риги, куда можно было улететь прямым рейсом. Очень многие воспользовались этим, и думаю, что Рига стала таким абсолютным центром туристическим, не только географическим, но из-за того, что аэропорт наш является одним из самых больших в Балтии, вернее, является самым большим аэропортом по количеству перевезенных пассажиров. Думаю, что латвийцы получили огромные возможности путешествовать, ну, практически в 100 точек, в 100 прямых направлений, которые можно было вылететь из аэропорта Рига. Таких направлений, думаю, что нет даже из Берлина или из Копенгагена. То есть, на самом деле, аэропорт Рига достаточно активный, и очень много работает авиакомпания, и туристы, которые бронировали заранее, которые планировали свой отдых, они смогли улететь и не один, и не два раза куда-то. А топовые направления можно вычленить за лето? Они, наверное, остаются такими же, как каждый год, меняется только, может быть, погрешность, и они внутри себя в топ-10 меняются внутри. Если говорить о чартерных направлениях, то есть направлениях, куда летают в основном только туристы, то лидером, безусловно, с большим отрывом остается Анталия. Слушатели, которые слушают сейчас, тоже понимают, что когда приходят в туристическое агентство, наверное, задают вопросы, куда можно полететь подешевле, получше, где можно отдохнуть с детьми, где можно не думать об отдыхе, вернее, о дополнительных каких-то расходах, где есть all-inclusive. Во многом, наверное, процентов на 60, выбор падает как раз на турецкую Анталию. Нет исключений, и думаю, что в ближайшие следующие 5-10, наверное, даже лет ничего не произойдет, потому что поколение, которое сейчас выбирают анталийское побережье, оно только начинает как бы свои обороты. Люди начинают понимать, что такое all-inclusive, хотя молодое поколение или поколение, которое там Z даже, им там может быть и не нужно туристический профессионал, они путешествуют самостоятельно. Но когда касается вопроса путешествия с семьей, где можно действительно сэкономить, когда едешь один, действительно можешь купить билет сам и в гостиницу заказать сам. Но когда путешествия с семьей, становится понятно, что без какой-то поддержки людей, которые занимаются этим профессионально, сэкономить достаточно сложно. Поэтому вот это направление, оно следующие 5-10, может быть, 7 лет будет еще в лидерах и никак не сможет подпустить к себе даже второе место. А на втором месте тоже традиционно и уже исторически занимает греческое направление, причем не только одно какое-то. Если Турция – это в основном Анталия, то в Греции – это практически все острова, которые более-менее известны, до которых можно долететь и где есть нормальная инфраструктура гостиничная. Это в основном Крита, это остров Родос, это остров Кос, это Пелопоннес, это Корфу и так далее. То есть они различаются между собой, как видите, или один аэропорт, или пять, но отдых почти одинаковый, в том числе потому, что море одинаковое, Средиземноморье. А какое направление стало самым экзотическим, может быть, самым дорогим, и при этом все равно люди летали, получали удовольствие? Были направления, которые в этом году впервые появились на латвийском рынке. Например, дальнее абсолютно направление Мадагаскар делали другие компании. Это достаточно новое направление, я бы сказал, вообще новое самостоятельно. Проблема таких направлений, которые можно открывать здесь из Латвии, вот такие дальние, там с перелетом в 12 часов или 10 часов. Проблема в том, что наш рынок настолько маленький, что вот можно собрать, заявить, например, 4 рейса, а суметь выполнить только 3, потому что просто нет такого платежеспособного населения, которое готово прыгнуть в самолет и полететь. Сколько до Мадагаскара летит? Я не летел на этом рейсе, но я думаю, что не меньше, чем 9 часов. Это очень далеко. Я думаю, что около 10 даже часов. Это очень далеко, достаточно экзотично даже на слух. Думаю, что слушатели, ну, может быть, 2-3 раза в своей активной жизни возвращались к такому термину, как Мадагаскар. И тем не менее, вот такие рейсы из Латвии были. Они действительно экзотичны, но там красота очень такая, красота красивая, можно так сказать. Ваенга вернула на Мадагаскар в своем творчестве. А у меня все-таки с мультиком ассоциации. Опять же, да, видите. А Мадагаскар – это новое направление. А что осталось из экзотических направлений, но при этом пользуются до сих пор популярностью, неизменно? Может быть, не совсем туристические какие-то моменты, там очень на север, например, или какой-то горный туризм. Ну, в общем, такие вещи, которые не ассоциируются у нас с летним ленивым отдыхом. Это все не массовые направления. Это направления такие нишевые, я бы сказал. И в основном это направления связаны все-таки с экзотикой. Ну, как мы понимаем экзотикой. Экзотика для нас – это теплые страны. Это пальмы, например, для тайцев или для боленицев. Европейцы – это полная экзотика. Поэтому мы сейчас говорим об экзотике, которая есть на нашем рынке. Во многом это связано с тем, что люди хотят просто подальше улететь от Латвии, посмотреть максимально дальние страны, вот настолько, насколько можно дальше улететь. Это понятно, потому что улетая от Латвии даже на несколько часов, можно увидеть абсолютное различие в менталитете, в культуре, в погоде, в еде, в чем угодно. А уж улетая, например, на другое полушарие, конечно, люди стремятся за новыми впечатлениями и так далее. Это первое. Второе – люди все-таки стремятся не к такому экстремальному отдыху. Например, можно экстремально отдохнуть и в ЮАР, и в Кении и так далее, но это не является массовыми направлениями, хотя достаточно экзотично. Но люди хотят экзотику совместить вместе с тем, с пляжным отдыхом, как ни странно. Мы все-таки северные люди, мы живем в достаточно холодном климате, и вырываясь отсюда, в основном, думаю, процентов 80-85, люди совмещают свой отдых и путешествия в основном не только для того, чтобы выехать из Латвии, но и в том, чтобы отдохнуть на темном море, просто прогреться, вывести детей своих для того, чтобы просто искупать их в нормальных человеческих теплых водах. Да, у меня… Вы просто затронули сами эту тему. Ну, сейчас очень многие, особенно люди бессемейные, они пользуются такими вещами, как каучсерфинг, например, то есть это возможность пожить не в отеле, а у знакомого-знакомого-знакомого в квартире, автостоп, тот же самый и так далее. Блокар, например, да, когда ты можешь какую-то точку выбрать, и к тебе подсаживаются просто рандомные попутчики, но при этом вы делите сумму на всех. Да, в общем, все эти серфисы, которые позволяют обходиться без помощи туристических операторов и самим планировать свои путешествия, огромное количество туристических передач, которые позволяют оценить, куда я больше хочу сходить без, опять-таки, консультации и так далее. Вы чувствуете вот эту возросшую конкуренцию вот с этой стороны или все еще операторы? Она всегда была, она немножко, смотрите, есть, ой, так, я не знаю, передачи не хватит все это объяснять. На самом деле со сменой поколения, конечно, происходит все. Я не думаю, что происходит смена выбора, происходит смена возможностей, как путешествовать. С одной стороны, вот те новые какие-то явления, которые вы сейчас назвали, вот этими терминами красивыми, которые, может быть, даже я половину не понимаю, это связано с тем, что люди не могут полноценно путешествовать и все-таки соизмеряют свои возможности с бюджетом. Это связано, как вы сказали, с автостоп, это связано с тем, что люди могут путешествовать самостоятельно на дешевых авиалиниях. Может быть, 10 лет назад, очень, там, или 15 лет назад было очень популярно такое событие, как таймшер, может быть, вы помните. То есть это просто выкупался какой-то гостиничный номер или апартамент, и эти апартаменты делились на 4, 5, 10 семей, и они в свое время, вот они между собой договариваются и едут на Тенериф или там Канарские острова или Доминикану отдыхать. Значит, мы поедем в январе, а вы 16 февраля заезжаете, мы там живем, а потом с 25 марта заезжают следующие. Сейчас это ушло, и теперь этого не существует. То есть вот это все происходит в таком ритме. Вот то, что сейчас необходимо, то, что сейчас модно, то, что сейчас возможно, то является абсолютной такой альтернативой классическому туроператорскому бизнесу или туристическому бизнесу. Мы это все понимаем. Совсем недавно, ну как совсем, я думаю, что 5 лет назад в Латвии стало активно появляться, или стало очень популярным Airbnb, те, кто люди слушают, тоже это понимают. Букинг Ком. Ну там, Букинг Ком в том числе. Но у каждого есть своя аудитория. Аудитория связана не с тем, что люди прям влюбились в Airbnb или любят Букинг Ком. Они стараются сэкономить и посмотреть, как это выгодно сделать. Туроператоры – это достаточно большая такая махина, это целая индустрия, которая работает не на все направления в мире. Они работают в основном на очень такие массовые направления, где они могут предложить какие-то лучшие условия. А почему они могут предложить эти лучшие условия? Потому что они выкупают, ну просто целыми портфелями. Гостиницы, направления, даты, выкупают места в самолетах где-то, или иногда выкупают целые рейсы на несколько сезонов вперед. Вот, например, у нас в этом году мы посчитали, вылетаем только в летнем сезоне с авиакомпанией AirBaltic и с турецкими авиалиниями, около 530 рейсов. Это очень много. И это все в день? Нет, нет, в день? Что вы? 530 рейсов в день из рейсов. Это Dream. Нет, это за сезон, за летний сезон. Это очень много. Но для Латвии вообще это такой чемпионы мира. Но вот имея такие объемы, можно в гостинице... Я упрощаю, сейчас говорю просто таким простым языком. Приходишь в гостиницу и можешь диктовать условия, что нам нужна вот такая цена, такая и такая. И когда можно сравнивать в ту же самую гостиницу, люди заезжают с нами или они покупают все это в Booking.com, мы знаем о том, что цена намного отличается. И отличается не в сторону, например, ну Booking.com не будем рекламировать, любых генераторов гостиниц, которые предлагают бронировать у себя на сайте. Бывают исключения. Я знаю эти сказки, ну не сказки, рассказы о том, что нет, мы бронируем самостоятельно, всегда получается дешевле. Мы знаем, что это не так, но тем не менее у людей есть выбор. Это очень хорошо. И еще раз повторяю, что туроператоры или туристические компании нужны по нескольким, на самом деле, причинам. Первое, это то, что всегда на массовых направлениях это получается дешевле, раз. Во-вторых, в случае непредвиденных каких-то событий вы остаетесь один на один всегда сами с собой и занимаетесь в другой стране сами с собой, решаете проблемы все самостоятельно. Когда вы путешествуете организованно или с туроператором, вы под крылом компаний, которые занимаются всем вашим сопровождением от вашего отъезда до возвращения на родину. Это очень важно. Те, кто попадали в такие условия, я думаю, что сейчас, вот так как вы киваете головой, те, кто рассчитывает на авось, пока с этим не столкнулись, пропускают эту информацию и самостоятельно и об этом особенно и не думают. Вы говорили о том, что поколения Z и последующие, они, в принципе, не нуждаются в услугах туроператора, они любят все это делать. Такой образ доншифтинга немножко. Вот поехал, а там на авось. Тогда сейчас ваша целевая аудитория какая? Кроме того, что это семьи с детьми, например, кто основной потребитель услуг? Я думаю, что это как раз, наверное, ну нет такой статистики, наверное, мы ее не делаем, но просто, когда получается приехать в аэропорт и посмотреть на очередь, которая стоит на регистрацию к самолету, всех туристов, я думаю, что процентов 60 – это семьи, причем с маленькими детьми, люди, которые просто оставляют все свои заботы дома, особенно мамы, и все, собираются на 10, 12, 14 дней, улетают и понимают, что это будет у них настоящий отдых и, ну, как минимум, не связанный с плитой, там, со стиркой и так далее. Вот это, это такие обычные бытовые, на самом деле, решения, которые, может быть, особенно и там красиво не рассказать по радио, но люди это выбирают, они хотят вот такой спокойный, размеренный отдых в теплой стране, где теплое море. У нас хорошее море, супер, все красиво и близко. В отличие от Вильнюса. Только холодно. Да, в отличие от Вильнюса, например, в Вильнюсе до моря 4 часа ехать, да, то есть, а у нас в Риге до Юрмала там минут 20. Поэтому, тем не менее, люди все равно выбирают теплое море, они готовы улететь. И у нас бы никогда не выросли объемы, если бы люди думали по-другому и не голосовали бы своими деньгами. Мы же никого насильно не заставляем лететь. А каждый год объемы растут, и люди хотят путешествовать. Я думаю, что вот это поколение, которое, да, и кто там на рейсах сидит, я думаю, в основном это люди 35-40 лет, а те, которые уже имеют деньги, те, которые знают стоимость деньгам, цену деньгам, понимают, наверное, смотрят по сторонам, не думая, что наши путешествия самые дешевые на рынке. И тем не менее, нам удается оставаться лидером. Ну, по разным, наверное, причинам. Здесь не вопрос рассказа про тестуру, это разговор больше про то, какие услуги есть на рынке и почему выбирают одни или другие. Думаю, что люди, как раз, которые имеют деньги и знают МЦН, но они все-таки хотят путешествовать вот один раз в год, как минимум, с семьей, организованным путешествием. Я думаю, что те же самые люди, безусловно, и второй, и третий, и четвертый раз путешествуют самостоятельно в Лондон, и в Дублин, и, может быть, куда-то еще. А вот выезд к морю, как я сказал, это уже, наверное, они сами проверили, что все-таки лучше путешествовать с теми, кто это делает уже много-много лет. Вот буквально недавно попало на форум обсуждение как раз вот таких вот семейных отдыхов во все включено, и читатели говорили о том, что цены в Турцию выросли в этом году. Так ли это? И что предполагается в следующем году? По идее, сейчас в Турции еще сезон. До какого числа сезон? До сентября, наверное? Ну, рейсы заканчиваются 31 октября, там еще будет все очень хорошо. И после 31 октября можно лететь, но просто такое... Мы же любим теплое море, дальше море уже, ну, такое, как бы 20 градусов. Становится как балтийское. Да, то есть лететь за 30,5 часа люди не очень хотят и платить за это деньги. Цены на самом деле очень в Турции меняются. Знаете, была последняя какая-то статистика, я не очень ей верю, но хотя говорят, что это какая-то прям вот такая очень прям честная статистика, что названы первые 10 городов миру по посещаемости и влюбленности туристов именно к этим направлениям. наряду с Сингапуром, там, Нью-Йорком и Парижем 10 место заняла Анталия. Для меня это, конечно, удивительно, потому что Анталия, даже в Турции, это достаточно региональный город, и это не Анкара и не Станбул, ну, хотя по численности населения, наверное, третий там или четвертый город, да, но думаю, что в Америке вряд ли кто-то может сказать, что такое Анталия. Ну, это когда туристов привезли, у них там все включено, потом их отвезли в Хамам, потом их отвезли на рынок, и они такие, ммм, красивый город, да? Вы знаете, но все-таки добиться, если Рига когда-то добьется, что она в десятке самых популярных городов, это будет супер. Это при любом случае, будет здесь All-Inclusive или Хамам. Для этого просто туристов не надо в Плявники вывозить, достаточно по историческому центру погулять. Это не совсем туристическая, конечно, вещь, но когда выбирали, извините, такой пример, какой город будет, специальный выпуск игры Монополия, какого города, то Рига заняла второе, мне кажется, место в опросе и, собственно, получила свою версию. Здесь вопрос к тем организаторам, которые делают такие опросы, насколько они мотивированы или не мотивированы, и насколько, какие критерии там внутри все-таки предъявляются, да? Я, например, когда читаю этот топ, для меня очень удивительно, почему, например, в этот топ, в топ-10 не вошла Вена. Для меня очень странно, потому что это считается, или Ванкувер, потому что эти два города считаются одними из лучшими для жизни людей там в мире. То есть там, это все прикрученные немножко штучки, но тем не менее, вот Анталия, она вошла в топ-10, и по большому счету цены действительно могут меняться. Они знают о том, что направление очень популярное, и в одной из встреч, мы с вами в начале сезона встречались, я говорил, что одна из гостиниц самых популярных, которая в прошлом году и так стоила там больших денег, около 300 евро за номер в день, в день. То есть гостиница, наверное, одна из самых таких, ну, лучших, там, где проводят саммиты и так далее, в этом году она стоит 500. То есть, ну, во-первых, надо... Есть спрос, есть предложение? Да, но это, конечно, искусственно накручено. Что можно за 500 евро в день там получить в номере? Ну, что? Ну, то есть, там все то же самое. Там какой-нибудь, не знаю, ананас, в апельсину, я думаю, что уровень сервиса остался тот же самый, который, грубо говоря, и за 300. Просто цена стала 500, вот и все. А цены растут. Они не растут здесь, там, в нашей конторе, потому что мы так решили. Это точно нет. Цены вообще растут. Есть вопросы, связанные с авиаперелетом. Есть традиционный вопрос, тогда, когда, почему, говорят, из Москвы или из Франкфурта дешевле лететь. И каждый раз приходится объяснять, что из Москвы или, например, летит там самолет 550 кресел, а у нас самый большой 145. Когда делишь количество кресел на стоимость самолета, ты понимаешь прекрасно, что чем больше внутри самолета пассажиров, тем себестоимость меньше. У нас нет такой техники просто. Это раз. Во-вторых, например, с Франкфурта лететь на час дешевле, ближе, чем из Риги. Даже из Вильнюса на 40 минут дешевле. А 40 минут – это огромное количество топлива, которое влияет на конечную стоимость. Вот это все складывается. Хотя, на самом деле, вот региональные люди, вернее, которые живут в регионах, у них есть еще больший выбор. Например, которые живут в Даоговпилсе. Им без разницы, куда ехать, в Ригу, например, или в Вильнюс. Если в Вильнюсе лететь дешевле, получается, то они не приедут в Ригу. Они, конечно, поедут туда, и они полетят на семью, может быть, уже будет на 60, на 70 евро дешевле в тот же самый отель с вылетом из Риги. Но рижане никогда не пойдут в Вильнюс, потому что они всегда полетят на аэрболтики. Поедут, я вам точно говорю. Я знаю, да, тоже. Едут еще как. Но не в таком большом количестве, как наш аэропорт. Нет, цена имеет значение, безусловно. У нас был звонок, к сожалению, не дождался слушателя. Да, вы перезвоните, пожалуйста. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, в WhatsApp тоже пишите, 2-3-0-61-91. У нас в гостях глава туроператора Тестуру Латвии Константин Польгов. У меня еще такой вопрос. Меня всегда интересовало, когда я ни разу не был на отдыхе, вот в таких классических местах отдыхающих, там Египет, Турция, Греция, как-то мы там с друзьями больше по-другому планировали. И меня всегда интересовало, нет ли такого, что вот прилетаешь в условную Анталию, а там полгорода, это такие же туристы, как и ты, и вот какого-то такого местного колорита не ощущается. Ты как будто приезжаешь в более теплую Ригу, условно говоря, где только продавцы говорят не на латышском и не на русском. Интересное мнение, да. Ну, конечно, Анталия, на самом деле, я не знаю, сколько местных жителей там живет, хотя это уже миллионник, безусловно, но в основном люди, которые там работают, обслуживают именно туристическую сферу, да, индустрию. Думаю, что это очень близко к пониманию того, когда вы приезжаете в Юрмалу, вы понимаете, вы турист или вы местный житель. Вот примерно так это все происходит в любом туристическом большом городе. С той лишь разницей, что в Юрмале тебя не будут хватать за рукав и говорить один шуб, один, один, один купи. Я думаю, что здесь это немножко... Ну, я отдыхала два раза в Турции с маленьким ребенком, это как раз то, о чем вы говорили, да, потому что с маленьким ребенком в Турции максимально комфортно. Ты его там положил в бассейн, поставил рядом аниматора, все, отдых у тебя начался, да, ты можешь уже не бегать за ним. Вот, но это именно внутри отеля, да, то есть мне кажется, что эти люди за пределы отеля выезжают очень точечно, то есть это какие-то развлечения, которые там рыбалка, которые меня ужасно, я ничего не поймала, я прям психовала, меня даже гид попросил идти в автобус, я так злилась, я поймали 12 рыб, а я ноль. Знаешь, как это отдых был испорчен? Насколько я знаю, что цель рыбалки не в поюте рыб, я в самом процессе, я сам не рыбал, но... Как тебе доставляет удовольствие в процессе, если ты ничего не ловишь, а у тебя все остальные ловят. И хамам какой-нибудь, да, то есть это же отдых, который не подразумевает огромное количество активности, он подразумевает такой горизонтальный отдых. Я вот смотрю, вот вы молодые люди, да, я думаю, что есть через какое-то время и у вас настанет такой момент, когда вы захотите отключиться от всех вопросов, просто приехать, лечь батончиком на шезлонг и просто даже никогда не выходить заперед. Я думаю, что молодое поколение даже это не понимает. Зачем ехать в другую страну и сушиться на пляже, и в хамам ходить, и не выходить за другие, там, вернее, за калитку отеля. Но поверьте, люди, которые путешествуют самостоятельно, у них одни цели, и мы с вами тоже, и я люблю ехать, там, на день, на два, куда-нибудь, или в Вильнюс, или в Таллинн, или в Лондон, просто когда есть дешевые билеты, и я не выбираю себе самый дорогой билет, чтобы улететь там три часа куда-то там очень красиво, чтобы мне там, ну, в общем, закрываем эту тему. Все мы хотим путешествовать за нормальные деньги. Думаю, что вот путешествие с семьей, тогда, когда, сами сказали, что с детьми все, все-таки выгодно и более-менее, ну, разумно ехать, тогда, когда в отеле все оплачено, есть свой reason, есть свой, как это? Причина. Есть своя причина, для чего это делать. Да, но когда туристические большие места, когда вы в Прагу приедете, если были в Праге, то вы заходите на Карлов мост, ну, просто вы чувствуете себя, как сардина в банке. Это вообще не отдых. Но прийти вместе с этой огромной толпой, когда ты даже не идешь по этой улице, тебя улица сама выносит, вот ты идешь туда, куда идет улица. Это, я бы, например, никогда не хотел, чтобы Рига стала такой. При всем при том, что туризм приносит очень много в некоторых странах, в некоторых странах это вообще системообразующая отрасль, но у нас, к сожалению, нет, но тоже на каком-то там четвертом, пятом месте. Это очень важно, на самом деле. Но никогда бы не хотел, чтобы Рига превратилась, например, в Прагу, это никогда не надо. Это, вот никогда вы здесь не найдете никакой тонкости, не почувствуете, что такая Рига, это просто одна точка будет. Для кого-то, как для пассажиров, одной известной авиакомпании, они прилетают сюда на выходные, напиваются и улетают. Они не понимают, куда они прилетели, в основном, в каком состоянии прилетели, в таком и улетели. Поэтому им здесь нужно только кран с пивом и все. К сожалению, это вот история. Ну вот и за такие к сожалению. А есть ли какая-то надежда на то, что, например, в следующем сезоне цены все-таки не будут повышаться опять, они будут, может быть, либо ниже, либо останутся на прежнем уровне? Думаю, что, не знаю, трудно сказать, мы сейчас делаем контракты на 2020 год и через несколько дней откроем. Есть просто представление такое, что они не подросли значительно или заметно. Такого точно не будет. Все будет зависеть, в конце концов, от себестоимости топлива и авиационного топлива, в первую очередь, которое очень влияет на конечную стоимость продукта, потому что составная составная часть пакета путешествий, даже если путешествия планируется отдельно, билет отдельно, гостиница отдельно, трансфер отдельно, питание отдельно и все остальное, то билет на самолет все-таки всегда занимает достаточно большую часть. Мы не говорим сейчас о бюджетных авиакомпаниях, которые стоят 20-30 евро и так далее, но смотрите, бронировая билет за 20 евро или 20 таких нет уже, примерно, я видел самый дешевый билет, который можно купить из Риги, это около 30-35 евро, но он без багажа, дальше, если вы без багажа никогда не полетите, если вы на один день, да, но это не отдых, это так просто вылезти из дома. Если вы едете на отдых, если вы едете на море, обязательно берите с собой багаж, багаж как минимум стоит 20-25 евро, то есть уже 50. 50 евро в одну сторону, обратно, как правило, новая мулька, мулька, неправильное слово, пик, это новая, новая мода такая авиакомпании, вылетать можно из аэропорта по одной цене, всегда обратный билет будет дороже. Вот вы можете сейчас проверить, всегда можете сделать так, что есть какая-то такая особенность, когда вы смотрите, что вылетаете из Риги за 50 евро, всегда билет обратный будет стоить как минимум 70-80, поэтому эта цена уже приближается к той, которая есть на чартерном рейсе и так далее. Вот это все складывает и получается, что цена все равно будет очень близкая к тому, что вы бронируете самостоятельно или нет. А вот сейчас начинается осенний сезон. Осенний сезон это что? Это куда? Какие направления особенно популярны? То есть до 31 октября еще актуальна Турция, да, но... И с октября уже начинается всеми любимый Египет и Канарские острова и он уже идет до конца апреля. Здесь ничего здесь ничего нового на самом деле не происходит. Так летает вся Европа, мы не исключение, нет такого, что у нас какая-то как бы стагнация и мы не можем из Латвии открыть какие-то новые направления ни зимой, ни летом. Это такого нет. Мы практически летаем во все точки, куда летает вся Европа. Проблема в том, что мы бы с удовольствием открыли Мальдивские острова и Доминикану, и Кубу. У нашей компании есть там офисы, например, в каждой из стран, которых я сейчас перечислила. Что вы здесь делаете, я не понимаю тогда, если у вас офис в Доминикане. Мы смотрим просто... Спасибо. Мы смотрим на то, чтобы какое-то количество людей все-таки увеличилось здесь и вот как только появится рынок для большого самолета, мы сможем это сделать. Пока это невозможно. Но вот новые направления... Там так офисы, там никого нет в этом офисе? Вы ждете, когда начнутся направления, тогда вы сможете туда приехать? Я так это себе представляю. Нет, они летают... Есть большие потоки с других рынков, поэтому те офисы работают загруженно. К сожалению, мы не можем из Латвии прислать никого. То есть это только индивидуальные туры. И тогда, когда Доминикана, например, мы можем сделать так, чтобы она стала ближе, но, как я сказал, такая же ситуация, как с Мадагаскаром, это 2-3 рейса и все. Это экономически невыгодно. Ну вот, кстати, да, прошу прощения, Артем, но в плане вот индивидуальных рейсов вы же можете, по большому счету, организовать любой отдых. Вопрос просто в финансовые возможности. Если я приду и скажу, что у меня, вот смотрите, у меня дюйм евро, я хочу на это улететь, на Бадагаскар. Вот я же улечу. Конечно. И у меня будет индивидуальная программа? Конечно. И не будет большого количества туристов из Латвии вокруг? это же вопрос некоторым туроператорам, которые сейчас у вас в студии. Вопрос в Латвии, работают около 300 туристических агентств, маленькие, но одни больше, меньше и так далее. Есть там, может быть, 50, которые уже на слуху и которые работают там по 20 лет. Вот если вы придете к ним и скажете, мы хотим улететь в любое время, вот с такой программой они вам сделают все, что хотите. Можно, еще раз повторяю, можно костюмы шить самостоятельно, зубы себе лечить самостоятельно, это дешевле говорят, можно стричь себя самостоятельно. Это тоже экономит как-то. Но мы понимаем, что это неразумно, неправильно, и давным-давно существуют люди, которые обучались, знают это все и так далее. То же самое в индустрии туризма. Еще раз повторяю, ехать можно, конечно. Я вообще не хочу, мы тут сидим 20 минут, оправдываемся или рассуждаем, почему именно так или так. Нет, наоборот. Я думаю, что на самом деле очень правильно, чтобы люди знали, что тогда, когда происходят какие-то события незапланированные, всегда выгоднее путешествия все-таки организованной группы. Неважно, это автобусное путешествие, на самолете или просто с гидом по экскурсии по Риге, вы имеете точку, от которой отталкиваетесь и куда придете обратно. Это очень важно. Когда вы покупаете экскурсию, непонятно у кого, в любой стране, кстати говоря, не в Риге или где угодно, бывали случаи, когда, к сожалению, экскурсии заканчивались трагически, и никто за это не отвечал, потому что люди просто выбирали сервис, неверифицированный, и это непонятно у кого-то, у тети, у дяди купили на улице. Это очень опасно. Так вот именно поэтому, если мы хотим, всегда у меня была мечта поехать, не знаю, в какой-то очень малоизвестный город в Китае, условно говоря, не в Пекин, понятно, большая жена, там очень маленькие населенные пункты. И одному, да, самостоятельно. Но вот я как раз не хочу рисковать, вот зная все эти страшные истории, то далее я прихожу к какому-нибудь туристическому оператору и говорю, можете ли вы мне обеспечить хорошую туристическую поездку в это место, или тогда это уже, ну вы не можете гарантировать каких-то, потому что у вас нет связей, которые у вас есть в более... Нет, сейчас таких нет. Слава Богу, мы прошли уже, недавно мне, не знаю, удобно, наверное, с одного звонили, в общем, спрашивали мнение из одного медиа и говорят, что была какая-то у Министерства иностранных дел, по-моему, идея выпустить вторые паспорта какие-то в Латвии, что ли, какие-то заграничные, что ли, что-то такое, потому что люди, которые хотят путешествовать, они не успевают оформлять визу и тогда надо сдавать паспорт, а людям нужно куда-то ездить, а ID-карты недостаточно, полная такая история, странная. Но давным-давно уже понятно, что, имея наш паспорт, он на самом деле один из самых удачных, лучших, я говорю, для путешествий, по туристическим нагрузке внутри. Он один из самых интересных вообще в мире и с ним путешествовать действительно можно в любую страну. Если вы придете в туристическую компанию, в любую, они уже практически все эти страны изучили, они могут вам помочь. Я бы только оградил вас сто процентов от принятия решения в незнакомую страну ехать и лисоваться самостоятельно. Это очень опасно. Есть страны со своим менталитетом, где могут вас не понять, скушать там, и не знаю, все что угодно. Вы должны знать, куда вы едете, вы должны знать, что там за религия, какие там правила, какие традиции, что там с едой, какие должны быть прививки и так далее. Миллион событий. У нас звонок. Да, мы примем один звонок. Здравствуйте, как вас зовут и какой у вас вопрос? Ой, наушники надевайте, пожалуйста. Давайте. Я вам сейчас дам. Да. Не подготовились немножко сейчас. Мне кажется, гость ваш немножко запутался. Отдых и путешествие это две совершенно разные вещи. Я слушаю, да. Алло. Доброе утро. Да, конечно. Отдых и путешествие это две разные вещи. Отдых и путешествие это две разные вещи. Отдых это пляж, спа, кухня. А путешествие это даже когда как бочка в селедке и новые эмоции ты путешествуешь. Второй момент, чтобы на Карлов мост прийти одному сфотографироваться, приходите с 5 до 7 утра и вы там будете один. Правильно спланируйте экскурсию. И третье, если ваши экскурсии на 10-20% дороже, чем у местных, то ничего страшного. Когда они в два раза дороже, то все равно будут выбирать в местных. Даже если это опасно, вы сами говорите, путешествие семейное, слишком дорогое удовольствие переплачивать вам в два раза. Спасибо. По всем пунктам согласен. Есть у меня вопросы, свои комментарии, что касается путешествия и отдыха. Согласен. Наверное, я и говорил, что отдых это когда путешествуешь организованно и второй, третий или четвертый раз путешествуешь самостоятельно и никого не спрашиваешь на день, на два и так далее. Что касается Карлов мост, ну, видите, вы, видимо, как раз были в Праге и просто подтверждаете мои слова, что там только нужно выбирать особое время для того, чтобы спокойно сфотографироваться. Все остальное это просто сардины или рижские шпроты. Третье, третье было, да, переплативались за экскурсию. Знаете, утренний эфир, не хочу вам рассказывать всякие страсти, когда люди уезжают в путешествия и покупают экскурсии намного дешевле на улице и что там потом происходит с ними, я не хочу говорить об этом. Поэтому это ваш выбор. Вы прекрасно знаете, это точно так же, как купить в магазине, который вы знаете или не знаете. Это ваш выбор, в конце концов. Здесь никто ничего заставлять не может. Но все-таки я думаю, что, например, по обороту клиентов, там известные марки магазинов намного выше имеют покупательское какое-то доверие и просто оборот денег от маленьких, небольших компаний, которые, ну, здесь все понятно, да, здесь вопрос просто выбора. Я бы не рисковал, не настолько, нет такой разницы, что услуги могут стоить в два раза дороже. Конечно, такого не существует. Рынок все расставляет на свои места. Они могут стоить только дороже, потому что сервис или обслуживающий персонал, или люди, которые работают, они должны тоже получать зарплату, должны получать доход, и они все с вами находятся. Это мы знаем прекрасно, но опять же, выбор за вами, да, никто никого не заставляет, все правильно. Большой ли процент как раз вот тех людей, возвращаясь немножко к индивидуальным поездкам, которые как раз хотят индивидуальную поездку для того, чтобы не ехать чартом и рейсом с группы, не сидеть в отеле, они хотят более активный отдых, но они не хотят заниматься организацией, не хотят там брать на себя ответственность такую. То есть, насколько этот процент большой? Может быть, он увеличивается? Смотрите, общий рынок чартерных перевозок, но с чартерной перевозки мы говорим о том, что это примерно люди, которые улетают вот в основном на все вот эти туристические направления. в Латвии, в Латвии он примерно около 100 тысяч туристов за сезон. Рижский аэропорт перевозит, сейчас я боюсь ошибиться, но, ой, вот черт не подготовился, но мне кажется, что около 6 миллионов пассажиров в год. Мне так кажется, я могу сейчас ошибиться, но порядок такой, да? Вот смотрите, 100 тысяч и 6 миллионов, то есть, 100 тысяч, те, которые хотят, и 6 миллионов, которые не хотят. Вот и все, вот ответ. Конечно, из 6 миллионов этих пассажиров, это, может быть, 70% это бизнес-пассажиры, которые летят на работу и которые не летят отдыхать. Но какая-то часть, безусловно, пользуется услугами для того, чтобы планировать свое путешествие тоже отдельно или на один день, или на два, или в одно направление, или в другое. Поэтому количество туристов, которые летят самостоятельно, очень большое. Это 100%. Нет никакой задачи получить рынок самостоятельно, сделать здесь новый интурист, как в Советском Союзе, чтобы была одна компания, и все ехали только куда-то в Сочи отдыхать, или как это было раньше. Такого, конечно, не существует. Нас интересуют свои направления, где мы чувствуем себя уверенно, где мы можем предложить. Мы никогда не будем работать с теми направлениями, которые мы не понимаем, не знаем или не видим там никакой отдачи. Если что-то появится, какая-то ниша свободная, безусловно, мы откроем что-то новое, но очень много было вопросов, например, к Эрболтику, когда вы откроете рейс в Нью-Йорк. Ну, какой-то. Вот я иногда читаю газеты и вижу, что задают президенту Гауссу вопрос. Ответ очень простой, что рынок просто не готов к тому, чтобы эти рейсы состоялись, в том числе, даже на бизнес направлении, не говоря о том, что есть рейсы, которые можно открыть для туристов, и еще они не изучены. Такого нет. Думаю, что латвийские туристы получили все, что есть у любого европейца. К сожалению, время подходит к концу. Нам нужно заканчивать разговор. Дорогие слушатели, не переключайтесь, у нас потом еще обзор прессы и второй час интерактива, где вас ждет тема, посвященная сегодняшней дате. Оставим вас пока с небольшой интригой. А у нас в гостях был Константин Польгов, глава туристического оператора Тестру Латвия. Спасибо. Доброе утро. Спасибо.